Иакова 2, глава 14 по 26 стих 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 Иакова 2, глава 14 по 27 стих и мертвой вере 14 14 стих 2 глава послание апостола иакова что пользы братья мои если кто говорит что он имеет веру отдел не имеет может ли это вера спасти его яков задает очень важный вопрос этот вопрос заключается в том что пользы если кто-то говорит что он имеет веры веру данном случае он имеет виду людей которые знают писание которые знают определенные важные доктринальные вопросы веры например то что иисус является спасителем что он умер и воскрес третий день что иисус придет во второй раз еще какие-то вопросы связанные с верой которые подтверждают то что его взгляды они правильные они они библейские но вместе с тем хотя этот человек имеет скажем так духовное образование правильно понимает во что он верит и вместе с тем он абсолютно не имеет никаких дел своей жизни которые бы могли подтвердить то во что он верит практически поэтому я как задают вопрос может ли это вера спасти его или является ли это вера настоящий когда человек говорит все правильно знает определенный долг мы писания но вместе с тем у него абсолютно нет никаких дел которые могли бы подтвердить истинность его вере режь даже не идет о тех людей которые вообще ничего не знают из писания а просто говорят что они верующие или являются христианами хотя они не почитали ни одного предложения с библии если что только знаю то имя господа иисуса христа это очень важный вопрос который задает иаков этот вопрос он важен во всем времена в том числе и в наше время мы понимаем то что говорит апостол павел эфианам 2 8 ибо благодатью вы спасены через веру и все нет вас божий дар не отдел чтобы никто не хвалился павел очень ясно говорит что то как мы приобретаем наше спасение абсолютно совершенно и полностью связано с верою то что сделал иисус христос и данном случае некоторые противоставляют иакова павлу говорят что яков учит спасению по делам а павел учит спасению по вере на самом деле эти два великие мужи божьи они не противоречат друг другу они защищают одну важную библейскую истину которую можно назвать как легковерие то есть когда люди считают что если они верят по-настоящему если их вера живая они то этого достаточно чтобы получить спасение быть спасенным независимо от дел но на самом деле читая дальше то что говорит апостол павел 10 стихе мы видим следующее ибо мы его творение созданы во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнить павел говорит о спасении через веру но продолжая эту тему он говорит что бог спас нас мы имеем веру в господа иисуса христа и эта вера подтверждается теми добрыми делами которые мы совершаем таким образом подтверждая истинность нашей веры мы понимаем что если человек по-настоящему обратился и уверовал если его вера живая то его вера будет влиять на его поведение на его жизнь и на его поступки если этого не происходит если человек называет себя верующим но вместе с тем его жизнь его поступки его дела не свидетельствуют о его вере то мы можем назвать что эта вера является мертвой потому что истинная вера она изменяет жизнь человека она преобразует жизнь человека она делает его другим и человек совершает добрые дела во славу господа иисуса христа мы читаем примеры священном писании в 19 главе евангелия от луки мы считаем историю обращения захея он не был добрым человеком он был начальник таможни то время он был человеком который много сделал зла служил римской империи обворовал свой народ с ним не здоровались благочестивые люди обходили его считали великим грешником и вместе с тем когда этот человек встретился с иисусом уверовал господа иисуса христа то его жизнь изменилась и в луки 19 8 мы читаем его слова господи половину имени моего я дам нищим если кого чем обидел воздам четверо вот пример человека который уверовал у которого живая вера он не вернулся обратно и на свою работу и начал обворовать свой народ как он это делал раньше он не остался тем прежним человеком потому что уверовал в иисуса христа его жизнь абсолютно изменилась и изменение его жизни и истинность его веры было проявлено в его делах и в его поступках посмотрите какое решение он принял половину и менее мы вода нищим кого чем обидел воздам вчетверо надо сказать что некоторые люди достаточно легкомысленно брали на себе также такие обязательства делать то же самое но у них не всегда получалось это делать это было решение захея таким образом поступить но это решение было следствием той вере которую было у него если бы этого не произошло и он исповедовал веру в иисуса христа продолжал жить так как жил раньше его жизни не было бы никаких перемен про кроме того что он сказал я христианин бия себя в грусть то можно было смело засвидетельствовать что у этого человека нет настоящая вера что это мертвая вера потому что живая вера всегда производит дела вере в жизни христианина нигде не апостолов 19 главе мы читаем о том пробуждение которое было в ефесе это служение апостола павла который проповел этом евангелие и множество людей покаялась обратилась господу и смотрите что произошло в их жизни деяния апостолов 19 глава 18 19 стих приходили исповедуя и открывая дела свои и занимающихся чародейством довольно многие собрав книги свои сожгли перед всеми и сложили цены их и оказалось их на пятьдесят тысяч драг мы видим людей которые уверовали в господа иисуса христа это что их вера была живой и пока я не было их истинным мы видим то в том что они отказались от оккультизма или той практике оккультной которые они занимались более того мы видим что они принесли книги которые представляли собой определенную материальную ценность потому что дорого стоили они могли бы продать эти книги на рынке кому-то другому и возвратить себе то что они потеряли на этих книгах но они этого не сделали потому что они понимали что эти книги это зло это средство которое используют дьявол для того чтобы обладать людьми и они сожгли эти книги публично сожгли таким образом подтвердили истинный своего покаяния и показали что их вера живая которая практически влияет на их жизнь и на их поступки и это очень важно чтобы мы также это понимали с вами что истинная живая вера она производит жизни человека определенные поступки и действия что подтверждает его веру искренность его веры и что также подтверждает то что этот человек действительно спасен является детям божьим и яка продолжая говорит 15 и 16 стих если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания а кто-нибудь из вас скажет им идите с миром грейтесь и питайтесь но не даст им потребного для тела что пользы яков очень прагматичный человек он показывает то что многих людей вера это просто исповедание это слова но на самом деле он говорит что вера это не только исповедание это не только слова это определенные поступки которые совершает человек таким образом подтверждая свою веру и говоря о том что его вера живая действенная и данном случае яков приводит пример людей которые нуждались помощи и можно было помочь им нужно помочь но те люди которые видели их в их скорбях их трудностях и могли им помочь они просто не обратили на это никакого внимания прошли мимо и в данном случае он показывает что если люди так поступают то они свидетельствуют что их вера она мертвая потому что настоящая вера она приносит пользу она производит определенные действия в жизни человека и этим она отличается от от мертвой вере которая ничего не производит кроме слов которые люди произносит и и говорят я думаю что вот эти вопросы которые яков задает в этом послании а не призваны к тому для того чтобы мы могли эти вопросы задать самому себе обратиться с этими вопросами к самому себе апостол павел предлагает чтобы мы испытывали себя чтобы мы проверяли себя верили мы настоящие ли мы и яков написал это послание и поднял эту тему по одной очень простой причине и причина это заключалась в том что были люди которые была живая вера которые подтверждали свою веру своими делами своими поступками это происходило чисто автоматически потому что они были рождены свыше они не могли жить другой жизни были те которые претендовали на то что они являются христианами имеют спасение но на самом деле их жизнь их поступки они никак не отражали то что они говорили никак не выражали их веру в делах евангелие от матфея 25 главе мы читаем очень важные слова с которыми господь обращается к своим ученикам это слова а от всех людях которые кормили его по или его посещали его это слова тех о которых господь говорит что вы овцы мои вы будете по правую сторону вы каждый вы будете по левую сторону вы войдете вы не войдете и в данном случае в этой проповеди господь говорит о о людях которые были легковерны в своей вере и их вера заключалась только в исповедании и только словах но никак не выражалась практически определенных действиях живая вера она всегда рождает определенные поступки и определенные действия мертвая вера она может рождать только слова но не производит никаких действий так и вера если не имеет дел мертва сама по себе это очень ясно показывает отрезвляя многих и открывая им глаза говоря о том что настоящие верующие которые наследуют царство божие они получают спасение по вере но их вера она подтверждается конкретными их поступками и делами которые они совершают и таким образом эти люди они войдут царство божие потому что их вера не является мертвой она является живой но скажет кто-нибудь ты имеешь веру а я имею дела покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу тебе мою веру из дел моих яка предлагает своего рода тест предлагаю показать веру без дел или подтвердить как-то веру без дел истина заключается в том что подтвердить твою веру без дел невозможно дел вера подтверждается определенными делами определенными поступками прежде всего связанными с послушанием господу от луки в 6 главе 46 стихе написано господь говорит что вы зовете меня господи господи и не делайте того что я говорю вам здесь речь идет как раз о тех людях которые говорят о своей вере но никак не могут подтвердить свою веру конкретными поступками и делами покажи веру свою вера проявляется и вера показывается через нашу жизнь через наши поступки и через наши дела и никаким другим образом или способом мы не можем подтвердить свою веру то что мы исповедуем господа иисуса христа это говорит о нашей вере а то как мы живем это подтверждает нашу веру и говорит о ее искренности о том что действительно живая настоящая нелицемерная и в данном случае здесь иисус обращается к тем которые имеют веру только на словах но никак не проявляют на ее на деле и не делают то что он им говорит 1 посланьяна 2 глава с 4 стиха кто говорит я познал его но заповеди его не соблюдает тот уже и нет в нем истины а кто соблюдает слова его в том истина любовь божья совершилась и всего знаем что мы в нем кто говорит что пребывает в нем тот должен поступать так как он поступает возлюбленные пишу вам не новый заповедь но заповедь древнюю который вы имели от начала заповедь древние слово которое вы слышали от начала но при том новую заповедь пишу вам что есть истина и в нем и вас пасть потому что тьма проходит и если свет уже светит кто говорит что он во свете а ненавидит брата своего тот еще во тьме кто любит брата своего тот пребывает во свете и нет в нем соблазна а кто ненавидит брата своего тот находится во тьме и во тьме входит и не знает куда идет потому что тьма ослепила ему глаза апостол и он очень ясно и четко говорит то что бог ожидает от нас это как истинная вера проявляется опять же в конкретных поступках конкретной любви и конкретных делах поэтому тот кто имеет живую веру тот всегда имеет и подтверждение этой веры но тот имеет мертвую веру он ее не может ничем подтвердить только тем что он провозглашает ее и говорит ее и я думаю нам очень важно это понимать для того чтобы мы с вами могли проверить самих себя девятнадцатом стихе яков продолжая говорит ты веруешь что бог един хорошо делаешь и бесы тоже веруют и трепещут то что мы имеем правильное исповедание веры правильно от библейские доктрины это очень хорошо это прекрасно это лучше чем ересь хорошо знать священное писание понимать его видеть что бог хочет от нас чем заключается воля божья для меня это прекрасно это хорошо но это нам не даст абсолютно никакой пользы если то что мы прочитали то что мы знаем то что богом нам открыл и показал мы не будем это реализовать практически в нашей жизни и в данном случае яков приводит пример бесов без и верую что иисус есть христос без и верует то что их ожидает суд божий вечная погибель весы без и веры что бог есть един но вместе с тем несмотря на то во что они веруют и что они знают вместе с тем их жизнь жизнь этих духов злобы поднебесной она зло она не подчинена воле божией не покорена воле божией и яка приводит этот пример для того чтобы мы с вами понимали что само по себе знание божий божьего слова вере которым исповедую своими устами недостаточно нам нужно подтвердить и показать что наша вера нелегковесно она имеет практическую реализацию в нашей жизни в наших поступках вместе с тем это не означает то что наша жизнь должна быть абсолютно идеальной всем и немало согрешаем но вместе с тем мы также понимаем что мы уже не такие какие были раньше наша жизнь уже не так какой она была до покаяния мы также понимаем что сегодня мы не смотрим на грех так как мы смотрели на его раньше мы храним себя мы боремся против него мы не допускаем и проявляем усилия каких-то вопросах для того чтобы не делать неправильно но делать правильно мы участвуем том что библия называют такой духовной войной когда мы противостоим силам тьмы и зла для того чтобы против противостать дьяволу и покоряемся богу для того чтобы делать то что бог ожидает и просит нас это естественное состояние которое подтверждает и свидетельствует о живой вере те у кого мертвая вера те не сопротивляются те не борются те не противостоят злу и греху своей жизни те просто текут по течению и самое ужасное может быть то что они наивно предполагают или думают или даже может быть имеют уверенность в том что конечном итоге они так приплывут царство божие не 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 приплывут не буду там потому что их вера мертвая на никак не подтверждается их делами что свидетельствует о том что они и не покаялись на самом деле они не примирились на самом деле с богом или если это произошло и все-таки они начали своего пути по настоящему пока если примирились то потом где-то на каком-то этапе своей жизни они духовно остыли ослабли и из не стали восприимчивы к богу к его слову и впустили свою жизнь грех и начали жить так как они жили до того как они покаялись таких примеров вполне достаточно много яков очень нелицеприятен он очень прямо обращается к той части верующих которая имеет только лишь исповедание веры но никак не может подтвердить свое исповедание практическими делами и поступками своей жизни но вместе с тем продолжает претендовать на то что они являются наследниками царства божьего жизни вечной я думаю что нам понятно то что пишет яков потому что мы сплошь и рядом можем встречаться с подобного рода людьми которые имеют исповедание вере но вместе с тем абсолютно не имеют подтверждение своей веры в конкретных поступках или делах но хочешь ли знать неосновательный человек что вера без дел мертва здесь яков называет такого рода людей не основательными людьми то есть такими пустыми людьми которые верят во что-то такое что не имеет конкретно подтверждение не основательный человек он должен знать что вера его мертва ивангет матфея в 7 главе в 19 стихе написано всякое дерево не приносящие плода доброго срубают и бросают в огонь то есть то что верующий приносит плоды это является чем-то естественным потому что его природа изменена дух божий живет в нем и его новая природа производит плоды духа святого которые вырастают нем и свидетельствует о искренности о том что его живая вера и подверждит она подтверждается теми плодами которые есть у него книги деяния апостола в 12 главе мы читаем интересную историю связанную с проповедью филиппа в самарийском городе в этом городе много людей покаялась была проявлена слабая сила божия и покаялся один человек по имени симон волк по крайней мере он имел оккультную практику но видят те чудеса и силу божию которая завершалась через филиппа и он уверовал и он покаялся и он даже был крещен в воде и вполне закон за законно присоединился по местной церкви но вместе с тем когда петриан пришли в этот самарийский город то увидев этого человека пётр увидел что его сердце не право пред богом и не имеет части в делах духа святого он увидел что это человек не возрожден не спасен он пытался даже купить эту возможность раздавать дух святой за деньги то есть внешне как бы это человек выглядел правильным покаялся естественно исповедовал имя господа иисуса христа принял водное крещение но на самом деле он не был возрожден не был изменен его были неправильные мотивы его вера была абсолютно мертвой и вот тогда когда петр ему проповедовал увидев его сердце это конечно было для него возможность по-настоящему покаяться по-настоящему рассмотреть свою жизнь с правильного угла и обратиться господу и принести плоды покаяния выражены в измененной преобразованной жизни через конкретные поступки и конкретные дела мы не знаем мы не имеем такой статистики узнает бог и только бог видит у кого живая вера у кого мертвой вера но если библия об этом говорит библия говорит таким образом всегда чтобы давать человеку выход давать человеку возможность выхода с той ситуации в которую он оказался и в этом проявлен божий характер господь никогда не обращается к человеку говоря о том что это является для его тупиком или безвыходной ситуации бог всегда показывает выход но проблема в том что не всегда человек соглашается или хочет выходить или использует тот выход который показывает господь в этом проблема поэтому то почему я как писал это послание и почему он говорил о мертвой а живой вере он говорит для того чтобы помочь тем людям которые уже находятся в церкви и уже называли себе верующими уже что-то знаю списание чтобы они посмотрели на себя на свою жизнь и могли оценить себя опять же с точки зрения слова божьего и определить их веру живая на или мертвая как-то на подтверждается их жизни их путями либо она такая же их жизнь как было до того как они покаялись и вместе с тем говоря и уча об этом яков подталкивать этих людей чтобы они поговорили с богом есть необходимо покаялись пришли к богу с покаянием и попросили его прощение и попросили его благодати чтобы их жизнь их исповедание веры она выразилась также в их поступках в их делах в их поведении и это вполне нормально иногда верующим могут ослабевать иногда верующему даже веру терять но вместе с тем бог таков что он не хочет отвергнуть никого но дает выход и помощь тем которые действительно понимают это и знают это если человек осознает что его вера мертвая это говорит о том что это у человека все может измениться что бог дает ему возможность изменить все начал с покаяния и просьбы чтобы бог помог ему в этом библия говорит что когда кто-то на земле кается то небеса ликуют мы очень часто это связываем с теми людьми которые пришли только господу и совершая такое первое покаяние принимая иисуса как господа но я думаю что когда мы верующие каемся то небеса тоже радуется не меньше чем они радуются тогда когда кается и люди когда только пришли в церковь потому что на нас с вами лежит достаточно большая ответственность эта ответственность заключается в том что мы представляем иисуса христа этому миру и хотим мы об этом мире не хотим мы этого но она судит а церкви который мы посещаем конечно в итоге она судит о господу которого мы исповедуем поэтому мы понимаем что мы не просто те люди которые ну серия мышки на которых никто не обращает внимание на нас обращает внимание божий духовный мир демонический духовный мир на нас обращает внимание люди когда они слышат о том что мы исповедуем веру в иисуса христа они ожидают от нас те которые рядом что мы как-то это будем подтверждать чтобы как-то можем это практически показать сегодня многие говорят ну все верующие ну него всех вера поэтому когда мы заявляем это а рано или поздно нам придется это сделать потому что там где мы учимся или там где мы работаем рано или поздно нам нужно показать что мы верим в иисуса христа что мы христиане и если кто-то скажет что tablespoon все христиане то мы скажем нет ну мы наша вера живая а что это значит ну это значит у просто мы верим и как верим так мы и живем а не просто мы верим и это просто так для красного слося для того чтобы показать наш интеллект или то что мы много знаем наша вера это то как мы живем поэтому мы должны помнить об этом мы призваны стать его письмо и люди что-то читают в нас и считывая то письмо которым мы являемся они по-разному реагируют но я знаю совершенно точно в любом случае если ваша вера живая как бы к вам не относились там на работе изначально первоначально ли где вы находитесь но если они увидят что ваша вера действительно живая и что вы не только говорите и исповедуете но вы также и живете то рано или поздно даже те которые не очень любят вас или может быть даже где-то тихо ненавидят они начнут вас уважать они начнут им хорошо относиться потому что во многих людей сегодня создалось такое мнение что все христиане лицемерие что все это просто лицемерие это как бы пустая болтовня но в жизни они совершенно другие такие как все и надо сказать что очень часто христиане дают повод подобного рода разговора некоторые не верят никаким проповедникам считает обманщик это просто их бизнес чтобы зарабатывать и я думаю что когда не так говорят то наверняка где-то что-то они слышали о каких-то проповедниках пастырах или священниках которые где-то бухают напиваются еще какие-то вещи делают поэтому конечно им сложно слушать этих людей им сложно доверять этим людям они видят и понимаю что то что они только говоря что их жизнь совершенно другая она полностью противоречит тому что они говорят и чему они учат и вот иаков подымает этот вопрос он ставит его очень остро и говорит если ты веришь если твоя вера живая то она будет подтверждена твоими делами но если твоя вера мертвая то все закончится твоим языком и дальше дело не пойдет и мы теперь смотрим на себя а что же я что же в моей жизни что же мое исповедание имеет ли но какое-то практическое действие как выражено в делах или в поступках или нет и мы понимаем что здесь то речь идет не просто чтобы угодить людям или оставить такой хороший след на этой земле как хорошего человека в любом случае если господь замедлит через лет 50 60 никто и не будет помнить она что мы были здесь но дело не в том чтобы имя себе сделал дело в том что вопрос идет о нашем спасении о том чтобы совершить спасение потому что когда мы получили спасение по вере и мы следуем господу повинуясь ему мы продолжаем совершать наше спасение но те которые может быть даже покаялись и были спасены но они возвратились прежним греховным началом этого мира и не совершая свое спасение то не вышли опять на широкую дорогу и закончат погибелью мы проповедуя евангелие иисуса христа говорим о вечной жизни и вечной погибели наша речь о том что все мы предстанем пред господом и дадим отчет о том как мы жили здесь на земле в теле и если наша вера живая она подтверждена определенными делами и поступками то мы получим награду не только спасение как бы из огня но награду но если наша вера мертвая то иисус скажет то что он сказал 7 главе ивангет матфея идите от меня делать или беззакония я не знаю вас они же будут кричать как же ты не знаешь нас а именем твоим уже бесов изгоняли они пищали и они кричали а именем ты мы чудеса творили да я не знаю вас делать или беззакония в имени иисуса христа есть власть и авторитет и даже если люди не обладающие таким христианским характером используют имя иисуса христа то это может иметь определенный эффект и действие потому что в имени иисуса силой власть но наша вера подтверждается нашими делами и об этом иисус говорит не знаю потому что хотя бы верили хотя бы много много говорили о вере но жили как и в язычники не знающие бога и ваша вера была мертвой и далее я как приводит два примера двух людей из ветхого завета чья вера была живой не делами ли оправдался авраам отец наш возложив на жертвенник исаака сына своего послание к римлянам апостол павел называет авраама отцом всех верующих римлянам 4 11 галатам 3 7 павел говорит что верующие суть сыны авраама и здесь яков приводит пример авраама что он оправдался пред богом делами возложив на жертвенник исаака сына своего и думаю здесь нам немножко нужно разобраться что имеет ввиду и яков когда говоря о том что авраам оправдался делами дело в том что еще до того как бог повелел аврааму принести исаака жертву он уже был назван праведным по вере и поверил авраам богу и это вменилась ему праведность это произошло не после того как он совершил послушание в господу в отношении исаака сына а до того за много лет до того поэтому до этого авраам уже был назван другом божиим он уже был праведником по вере и получил праведность через веру но то о чем говорит яков что его дела они подтверждали его веру и то что он совершил вот это послушание богу веря в то что бог который дал ему наследника и что через него произойдет великий народ бог обязательно это исполнит он настолько доверял богу что верю что если даже при нужно будет это сделать то бог все равно воскресить его из мертвых потому что не может умереть потому что не исполнится обетование божье настолько верил божьему обетованию мы знаем что бог остановил его это было испытание его веры и он с честью вынес это испытание и здесь и яков говорит смотрите что вера авраама она была подтверждена его делами это не просто были слова которые он произносил что он верит в единого истинного бога который открылся к нему его познание бога его откровения боги они не были значительными не было священного писания он мало знал о боге но вместе с тем он поверил богу его слову и бог менял это ему в праведность его вера была живой потому что она была подтверждена его конкретными поступками и делами и он был назван отцом всех верующих и все мы верующим иисуса христа суть дети авраама по вере он отец всех верующих и его жизнь она подтверждала его веру этот поступок который он совершил это свидетельство его истинности его веришь то что его вера является живой подобно и о нас так люди будут судить по наших поступках по наших делах они будут определять и судить действительно мы верующие или мы ложные лицемерие и дальше яку приводит пример еще одного человека это женщины по это женщины но сначала до строить их мы еще прочитаем в отношении брама видишь ли что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства яков говорит что вера помогала его делам и его делами она достигала совершенство то есть возрастала когда он поступал по вере и исполнил слово писание веру в лавровом обрам богу и это вменилась ему праведность и он наречен другом божьим и 24 стих видите ли что человек оправдывается делами они верую только подобно и рав блудница не делами ли оправдалась приняв соглядаты и отпустив их другим путем интересный пример яков приводит с обрамом нам все понятно это был человек благочестивый патриархи или основатель рода а вот рав она была немножко другая она была блудница она была проститутка она была в самом низу и вместе с тем она стала прабабушкой давида и вместе с тем она перечисляется в родословии господа иисуса христа и причина почему она запечатлена в библии потому что в ее жизни была проявлена вера в господа и эта вера которая была у нее она была подтверждена конкретными делами то есть она была проституткой блудницей но через веру в господа бога ее жизнь была изменена и она стала совершенно другим человеком и безусловно бог простил и омыл всю ее прошлую жизнь и хотя библия не повествует о том как дальше продолжалась ее жизнь но то что она стала прабабушкой давида и вошла в родословие иисуса христа говорит что эта женщина была очень благочестивая и ей не вменилась ее прошлая жизнь потому что она была прощена и вместе с тем яков говорит что истина с ее веры подтверждается тем что она приняла двух разведчиков которых послал иисус навин в ирюхон чтобы они осмотрели этот город она приняла в их дом и видя опасность для их жизни она спрятала их и она прекрасно понимала что если царь узнает что она сделала это то она будет убита и вся семья и будет убита и для нее это был очень опасный поступок она рисковала своей жизнью спрятав этих двух евреев но вместе с тем она пошла на это потому что верила и мы сейчас почитаем во что она верила это 2 глава книги иисуса на вина с 9 стиха я знаю что господь отдал землю сию вам ибо вы навели на нас ужас и все жители земли сей пришлет вас в робость ибо мы слышали как господь и сушил пред вами воду черного моря когда вышли из египта и как поступили вы двумя царями амарейскими за ирданом сигоном и огом которых вы истребили когда вы услышали об когда мы услышали об этом ослабела сердце наше и ни в ком из нас не стала духа против вас ибо господь бог ваш есть бог на небе вот и исповедание верху и на земле внизу и так поклянитесь мне господом что как я сделала вам милость так и вы сделаете милость дому отца моего и дайте мне верный знак яков еще раз обращает внимание о том что настоящая вера она производит поступки и и подтверждается делами потому она и живая мертвая вера может быть только на устах но она не подтверждается не делами не поступками ибо как тело без духа мертво это мы понимаем потому что мы видели мертвые тела мы были кто больше кто меньше на похоронах и когда мы смотрели на этих людей то мы понимали это мертвые люди в этих людях уже нет жизни тело без духа мертво так и вера без дел мертва без дел вера сплошной лицемерия поэтому заканчивая сегодняшнюю проповедь я зачитаю еще раз 2 коринфянам 13 глава 5 стих слова апостола павла испытывайте самих себя верили вы самих себя исследуйте бог желает чтобы я и вы мы были людьми которые исповедуют его господом верят ему и подтверждают свою веру послушание его слову конкретных делах и поступков которые мы совершаем и каждый из нас должен испытать себя испытать свою веру проверить свою веру на послушание господу и его слову давайте встанем сейчас и помолимся а